Мотоцикл, транспортное средство не такое распространенное, как автомобиль, но нарушителей на нем не меньше, а может и больше. На этот раз в центре внимания ивановских дорожных полицейских именно такие ездоки. С начала года на территории города Иваново было выявлено 198 правонарушений со стороны мотолюбителей. В том числе, 1,4, 47 правонарушений как раз таки связаны с управлением транспортным средством, не имея права управления. И в 17 случаях водители мототранспорта были в состоянии алкогольного опьянения. Поймай меня, если сможешь. В таком ключе в основном проходит общение двухколесных нарушителей с инспекторами. Гоняться за многими из них патрулям просто страшно. За самого издока в первую очередь. Потому, чтобы банально проверить документы у мотоциклиста, необходима хитрость и изобретательность. Возникают определенные трудности, так сказать, задержать мотоциклистов. Поэтому мы действуем несколькими ординарными способами и подъезжаем на места любимой их концентрации. Когда гораздо проще остановить, гораздо проще, так сказать, остановить мотоциклист, когда он стоит рядом уже со своим транспортным средством, у него нет возможности резко стартануть. Одно из излюбленных мест отдыха мотоциклистов – трасса у Южного аэропорта. Здесь-то инспекторы и затаились в ожидании двухколесных ездоков. Долго ждать не пришлось. Этот молодой человек мотоцикл взял покататься у друга, а документы не захватил. Но еще есть время. Пока инспектор оформляет штраф за вождение без документов, хозяин транспортного средства может привезти необходимые бумаги. Еще один ездок оказался лишен права управления за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Поэтому пересел на мотоцикл, который буквально пару часов назад купил. И сразу попался. Теперь транспортное средство эвакуируют. А у самого нарушителя будет 15 суток административного ареста, чтобы подумать о своем поведении. Наталья Гутарина, РТВ Иваново.